Четыре бронзовые фигуры весом более трех тонн. Мужчина и мальчик, изготавливающий винт самолета, и женщина с девочкой, которая держит сноп ржи. Словно живые смотрят прямо в глаза и, кажется, вот-вот сойдут с постамента. Каждая деталь, будь то телогрейка, дыгыл или колоски, сделаны с невероятной точностью. Всем своим видом они олицетворяют стойкость, мужество и самоотверженность. Когда впервые глава республики Бурятия Алексей Самбуевич провел первый оргкомитет, администрация города Улан-Удэ вышла с предложением к 75-летию Победы изготовить памятник труженикам тыла и детям войны. Потому что очень много было у нас заявок. И в результате наш этот памятник включили в общереспубликанские мероприятия к 75-летию Победы. Постамент решили установить на площади славы. Монументально-художественное решение памятника выбирали в июне прошлого года путем проведения открытого конкурса на лучший эскизный проект. При подведении итогов конкурсная комиссия учитывала мнение горожан, оставивших пожелания на выставке конкурсных проектов в музее «История города». В итоге победил этот проект. Памятник изготовил московский скульптор, а вот монтаж выполняли местные мастера. Именно его сегодня оценивала приемочная комиссия городской администрации. Проверяли на соответствие муниципальному контракту и техническому заданию, а также эскизному проекту. В целом мы посмотрели, да, композиционно все выстроено. То есть все наши требования, которые мы предъявляли к автору, все они выполнены. И на сегодняшний день, я думаю, что памятник получился замечательный. Памятник по достоинству оценили и горожане. Площадь преобразилась, и вообще какой-то памятник такой. Даже вот ребенок подойдет, он, мне кажется, все поймет, о чем этот памятник. Ну, конечно, если ему еще рассказать, красивый памятник, мне очень понравился. Участникам есть памятники, их много, а труженикам тыла вот первый в республике. И я рада, что на нашем районе он стоит, потому что здесь будет, ну, как сказать-то, ну и памяти, труд оценен, труженикам тыла. На памятник из республиканского бюджета выделили 10 миллионов рублей. Впрочем, в преддверии Дня Победы вернули на законное место и памятник маршала Рокоссовского. Это подарок российского военно-исторического общества нашему городу. Бюджетные деньги на него не были потрачены. Исполнил этот памятник известный наш тандем бурятский, да, Бухаев и скульптор Матушкин. Высота памятника составляет около 8 метров. Поэтому для выгрузки массивной скульптуры используется спецтехника. Теперь постамент облицован гранитным камнем. Мы рады, вот памятник Рокоссовскому открыли. Это была инициатива нашего ныне покойного председателя, Ревомир Боярдовича Гармаева. Он писал докладную записку. И тоже вот пожелание наше ветеранское было, как бы, воплощено в строительство этого памятника. То есть при нашем, если можно так сказать, участии построено два очень прекрасных памятника. Городские и республиканские власти помогли в проведении народного голосования по выбору места и профинансировали работы по проектированию и установке постамента на сумму 7 миллионов рублей. Иктина Лестратова, Сергей Медведев, Андрей Дармаев. Новости дня.